Сколько стоит игровой автомат с призами? Можно ли его купить на Авито и почем? Могу ли я, обычный человек, установить свой игровой автомат на Точке? Давайте сегодня с этим разберемся, но сначала я бы хотел попросить вас собрать 3000 лайков под этим видео за максимально кратчайшие сроки. И тогда мы выберем один из всех автоматов, которые сегодня присматриваем и, возможно, купим. Друзья, если вы видели один из предыдущих роликов, где я обещал купить игровой автомат, если соберется определенное количество лайков, а под ним уже собиралось много лайков и просмотров почти 1 миллион, я буду делать какие-то шаги для того, чтобы этот автомат покупать. И в первую очередь сегодня давайте вообще разберемся в ценовой политике, почем эти автоматы закупаются, сколько стоит его установить там и так далее. Все вот эти аспекты, используя поиск интернет, парочку звонков и так далее. Спросите, зачем я это делаю? Ну, в первую очередь, мне самому интересно, сколько нужно вложиться в этот бизнес с игровыми автоматами, насколько он быстро себя окупает и вообще, сколько прибыли он приносит. Потому что вряд ли какой-нибудь человек, который владеет такими автоматами, раскроет мне все вот эти тайны. И я хочу попробовать. Опять же, я ничего не обещаю. Если будут активности, все остальное, это будет, конечно, приятно сделать этот проект. И на своей шкуре, с момента покупки автомата, экономив, совершая ошибки, узнать, и сколько можно заработать деньги, установив такой аппарат в одной из торговых точек. В данном случае в Санкт-Петербурге, потому что я переехал в Питер, если что, кстати говоря. Может быть, кому-то это интересно. Кто из Питера, пишите в комментариях. Конечно, больше всего меня интересует автомат-снайпер, потому что он, сколько автоматов я не проходил, бросается в глаза всегда. Особенно, если внутри будут лежать какие-нибудь айфоны. Новый торговый автомат-снайпер стоит 90 тысяч рублей. Здесь, в чем плюс, мы можем убрать вот эту стенку и сделать этот автомат стопроцентным. То есть такие в Питере, по крайней мере, очень часто появляются. Я обязательно сделаю ролик, если вы захотите, где я еще пробую выбить какие-то призы в стопроцентных автоматах, потому что они реально заманчивы. В общем-то, вместе со всеми штуками получается 134 тысячи рублей. А я вам скажу, это немножко дыханище. Ну, как вы сами понимаете, потратить больше 100 тысяч рублей, это даже 90 без купюры приемника, ну, вообще ни о чем. Это, вы понимаете, еще нужно плюс на призы, наверное, отдать, ну, тысяч 50, а то и все 100, если мы хотим. А мы хотим использовать там настоящие айфоны, а не всякую вот эту китайскую лажу. Поэтому у нас остается вся надежда искать эти автоматы на вторичном рынке. Примерно за 40-45 тысяч рублей можно купить вот такой бэушный автомат-снайпер, где нужно, прицеливаясь, выигрывать приз. Но находится этот автомат в Брянской области. То есть вы сами понимаете, что везти это в Петербург будет стоить еще десятку минимум сверху. Поэтому я, наверное, конкретно этот автомат не буду рассматривать, сразу его закрою. Вот еще есть за 60-е в более-менее таком непотрепанном, хотя все равно потрепанном состоянии, автомат из Москвы. Вот такие типичные оранжевого цвета, где еще такая мерзкая громкая музыка. Все мы знаем эти автоматы. Но здесь как бы цена 60 тысяч рублей, то есть это все равно доставка в Питер нужна. Может быть, реально тогда Брянск стоит рассмотреть? Только нужно узнать, в каком они состоянии, и можно ли к ним приделать купюру приемника, есть ли он вообще в комплекте. Сейчас давайте позвоним. Но, к сожалению, общаться с нами Алексей, продавец, не захотел. Нашел я только игровой аппарат Multijet. Здесь нужно, по-моему, Тетрис собирать. То есть такой можно взять за 40 тысяч рублей, и то, что самое интересное, он уже есть в Питере. Давайте ради интереса все-таки позвоним и узнаем, можно ли его купить. Я не понимаю, почему они все сбрасывают, почему они не отвечают на телефонные звонки. Видимо, там какой-то поток большой звонков. Этот автомат я добавляю в избранное. Конечно, 40 это очень много, и без спонсоров я это делать не буду. Но, тем не менее, напишите вообще в комментариях, как вы считаете, целесообразно ли заниматься конкретно этим автоматом. Сразу скажу, он меня не привлекает. С этой идеей в голове я живу достаточно давно, и уже рассматривал разные варианты покупки автоматов. Хотел это сделать еще, когда был в Нижнем Новгороде, потому что именно там, на Авито, я смог найти автомат, который продается в городе, где я жил, в Нижнем Новгороде. Кран, то есть хватайка. Я понял, что хватайка это самый бюджетный аппарат, потому что на него тратится меньше денег на амортизацию. Просто потому, что там, в принципе, технически все элементарно. Есть клешня, она захватывает, ты ее подкручиваешь, как тебе нужно. И я подумал, почему бы и нет. То есть ты тратишь меньше денег, но, тем не менее, туда можно засунуть любые товары. Сделать это так же, как сделано было в автомате в городе Рощино, который тоже снимал ролик, полтора миллиона просмотров набрал. То есть приделать шарики, резинки, и делать таким образом, чтобы клешня зацепилась именно за резинку, подняв любой по весу, ну, не особо тяжелый товар. Будь то коробка с айфоном, если там будет много коробок с айфоном, поверьте мне, даже вот в такой банальный и, казалось бы, в автомат, который никто не играет, будут без проблем играть. Ну, цену побольше, конечно, поставим. Я нашел автомат, который продавали за двадцатку, двадцать тысяч рублей. Но случилась незадачка. Продавец сказал, что он пробует его починить, потому что там он не работает клешня, он просто пустой. Нужна какая-то плата. В итоге получается, что он не починил, готов мне отдать автомат без платы. Плата стоит примерно пятнадцать тысяч рублей за девять всего лишь тысяч. Я это починить не смогу точно, и вот у меня терзали смутные сомнения. И пока эти смутные сомнения меня терзали, кажется, автомат кто-то купил. Ну и если смотреть из Москвы, единственный вот вариант более-менее, это за двадцать пять тысяч рублей взять хватайку. Но меня он прям очень сильно отталкивает своей такой, знаете, старостью. Ну и завершая мои бесконечные поиски по Авито, кажется, единственное, что мне в данный момент светит, это вендинговый автомат прикольной игрушки. Человек просто кидает монетку, и ему выпадает жвачка, шарик и так далее. Это, конечно, по приколу можно замутить, но мне кажется, это не будет интересно именно как проект. Ну да, куплю я за десять тысяч топорат, поставлю его в каком-нибудь задрюбанном торговом центре, и будут мне приносить в месяц там вот такую горсть монет, например. А я буду тратиться на жвачки и рассказывать вам об этом. Это неинтересно, конечно. Я хотел просто купить вот эту хватайку за десять тысяч рублей, починив ее, ну если бы я тогда в Нижнем Новгороде успел это сделать. Наполнить его всякими призами, которые мне там на обзор приходят, сюрприз-боксовские и так далее. Поставить в каком-нибудь поле, ну или где-нибудь в городе. Запитать это все от генератора и просто позвать вас, подписчиков, бесплатно попытаться выиграть эти призы. Капец, Егор Гуров запросил у вас денежный перевод на десять, ой, на тысячу рублей. Как меня иногда умиляет вы, подписчики. Также я уже консультировался со знающими людьми, мне сказали, что установить автомат просто так не получится. То есть я не могу прийти в торговый центр и сказать, вот у меня есть автомат, я его ставлю. Нет, во-первых, я должен быть не физическим, а юридическим лицом, я должен оформлять свое ИП. Это очень большие мороки стоит. То есть это не то, что ты приходишь с паспортом, отдаешь деньги и тебе дают индивидуальные предприниматели. Ты собираешь документы, зачем тебе заниматься этой деятельностью, ты плачешь налоги. И в общем-то есть шанс уйти просто в минус. Потому что помимо налогов за ИП, помимо подарков, помимо обслуживания автомата, нужно еще и денежку отдавать какой-то площади, которую ты арендуешь. Пускай это будет даже там несколько квадратных метров. Все равно в торговых центрах, особенно Питера, потому что сейчас-то я не в Нижнем Новгороде, где все подешевле гораздо живу. Ставить это будет, конечно, дороговато. И не факт, что конкретно в этой точке огромный поток людей, желающих поиграть именно в мой автомат. В общем-то, надеюсь, что это видео для вас было полезным. Вы, впрочем-то, как и я, узнали очень много об этих всех автоматах, сколько они стоят на вторичном, на первичном рынке, о всех вот этих вот тонкостях такого бизнеса. Мне неинтересно заработать на этом деньги, интересно на этом деньги потратить. Наверное, это будет просто проект, который в минус будет тянуть, но за счет каких-нибудь спонсоров, которых мы найдем, если ролик соберет много просмотров конкретно этот, потому что я буду кидать и рассылать именно вот пример просмотров на этом ролике. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь поставить много лайков, комментариев, вообще не поленитесь, вот серьезно, вы иногда ленитесь. Лайк поставить вообще не за подло. А еще можете оформить спонсорскую подписку на мой канал, ссылка будет тоже в описании. Эта недавно функция такая мне стала доступна. Я буду стараться радовать своих спонсоров дополнительными роликами, в том числе и выпавшие дубли из этого видео уже есть в разделе спонсорская подписка. Я желаю вам удачи, счастья, обязательно скоро много видео из Петербурга. Здесь есть что снимать, с кем снимать самое главное и о чем. Подписывайтесь также на мой инстаграм, я вас очень сильно люблю. Пока.